Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватого, Александра Хробостова и Дениса Печкалёва. Мы колесим по пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле «Лифан Салана» от компании «Демидыч», что на «Ким-75». Кто нас действительно удивил на этой неделе, так это молодые люди, которые проживают в микрорайоне Лёвшина. Именно они, собственноручно, построили из снега этот огромный танк. Так вот, взобравшись на него, мы начинаем обратный отсчёт. Три, два, один. Весна. До окончания зимы остаётся совсем немного времени. Так чем же мы с вами займёмся в эти три дня? В комфортной среде с Игорем Гиндисом вас ждёт последняя зимняя тема. Кроме того, мы традиционно подведём итоги уходящего сезона. Ну а сегодня начнём с материалов наших соавторов, телезрителей, которые прислали этой зимой самые незабываемые кадры дня. Поехали! Телепрограмму изучаем вместе с Андреем Лазаревым. Итак, что у нас тут сегодня? Сначала мелодраматический сериал, потом мелодраматический сериал, ну а в заключении мелодраматический сериал. В общем, у них здесь одна сплошная мелодрама с русским языком в главной роли. А на ужин у нас сегодня сосиоки. Что, никогда их не пробовали? Мы вообще-то тоже. Но точно знаем, что в нашем городе сосиоки продаются. На продуктовом складе в микрорайоне Парково. Но рассказала нам об этом телезрительница Ольга Грахова. В одной из управляющих компаний Перми возникла кадровая проблема. В компании ощущается острая нехватка людей, которые могут делать всевозможные отверстия. Мы это поняли, когда увидели фотографию вывески, которую в нашу редакцию прислал Павел Шудегов. Вот смотрите, так и написано. Управляющая компания. Общество с ограниченной отверственностью. Светлана Ушакова так и не села на автобус, когда увидела на лобовом стекле табличку. 27Т. Запрут. Запрут. И не выйдешь, подумала Светлана. Что вы, Светлана, не бойтесь. Это всего лишь запрут. Ну и, конечно же, неграмотность, которая иногда в нашем городе встречается. В одном из пермских магазинов очередная продуктовая суперакция, которую мы назвали «Ни нам, ни вам». Стоило масло 159,90, стало 159,90. Ну, а заметила на ценнике эту призрачную скидку Елена Ведерникова. Сельдь слабосоленую царских времен довелось отведать в эти выходные Ольге Ивановой. Странно. Обычно селедка так долго не держится. Быстро портиться начинает. А тут смотрите-ка. С 28 января 1900 года дожидалась того момента, когда семья Ивановых ею оттрапезничает. «Мне нравилась девушка в белом, а теперь я люблю в голубом». Видимо, начитавшись Есенина, производители туалетной бумаги выпустили ее в таком виде. Фотографию упаковки белой бумаги с голубыми рулончиками внутри прислала нам Галина Камягина. «Не верь глазам своим», – подписала свой снимок сама Галина. Итак, зима скоро закончится. Тем временем, конкурс на лучшую новость недели продолжается. Так что, если вдруг прямо на ваших глазах произойдет что-нибудь необычное, интересное или забавное, звоните в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону. Ну а победитель этой недели получит в подарок 19 литров питьевой родниковой воды «Луговая» и помпу от компании «Экофранс». Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok